друзья всех приветствую на торговой сессии среды мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал о маркет составляете ваши вопросы желания в комментариях и не забывайте конечно же ставите лайки также в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш телеграм-канал о маркет со где каждый день мы размещаем конкретные торговые сигналы рекомендации да и в целом общую аналитическую сводку по разным секторам финансовых рынков что поможет вам разумеется принятие торговое решение ну что сегодня среда соответственно сегодня вечером будут подведены итоги двухдневного заседания американского регулятора и это событие точно станет причиной мощных движений серьезной волатильности мы по ней уже соскучились и я ранее вам говорил что рынок явно находится в ожидательной позиции посмотрите на золото которое уже не первую неделю консолидируется в районе 1800 долларов за тройскую умс можно сказать что плюс минус около этого уровня золото ходит целый месяц а золото это актив который реагирует на то что происходит с долларом и на то что происходит с американскими облигациями сегодняшнее решение федрезерва она безусловно повлияет на американскую валюту и на рынок казначейских облигаций американская валюта индекс доллара 92 46 мы снижаемся еще до оглашения итогов двухдневного заседания я думаю что слабость доллара в моменте отражает рыночные ожидания того что мы скорее будем сегодня работать с мягкой риторикой федрезерва тем более что перед заседанием фрс у нас не было необходимости гадать по сути как и что будет сказано руководством банка у нас было очень много макроэкономических отчетов которые мы разобрали вдоль и поперек и сделали соответствующие выводы но я думаю вы со мной согласитесь что как-то опрометчиво полагать что на фоне слабой статистики объективно слабой статистики в последние недели фрс будет исключительно оптимистичен относительно экономического роста и сможет позволить себе сказать что прогресс везде настолько уже очевидны что нет смысла удерживать и сохранять точнее а мягкую экономическую политику ранее мы разбирали отчеты по первичным заявкам на пособие по безработице ранее мы смотрели на рынок недвижимости на активности в сфере услуга вчера был отчет заказан товара длительного пользования 0,8 процента на рост скромное значение прироста учитывая что сейчас вроде бы как американская экономика восстанавливается и должны быть прям топовые релизы двумя месяцами ранее релиз был отчет 32 процента то есть фактически очень серьезное снижение если сопоставлять отчеты двух месяцев и что-то подсказывает мне что это только лишь начало соответственно друзья регулятор сегодня ну давайте скажем так что джером пау потому что нам будет интересно его публичное выступление он снова коснется двух основных параметров американской экономики это инфляцией и рынка труда по инфляциям ситуация не меняется я думаю что через две недели когда выйдет обновленный отчет уже в рамках июльского месяца мы увидим очередной прирост но фрес легко сможет объяснить этот всплеск продолжающейся инфляции временными факторами которых я много говорил ранее это отложенный потребительский спрос и снятие карантинных ограничений и еще явные проблемы с логистикой которые очевидны и очевидны сейчас наверное более даже для технологического сектора что касается рынка труда то здесь но явно еще недостаточен прогресс чтобы фрс смог позволить себе даже заговорить активнее о сворачивании программы количества смягчения не говоря уже о росте процентных ставок потому что с учетом даже последнего отчета фон фарм пэрлс довольно неплохого можно даже сказать сильного без работы в сша если сравнивать количество безработных с тем количеством которое было до пандемии превышает показатель 6 с половиной миллионов человек это очень и очень много поэтому сто процентов сегодня мы будем работать а следующими тезисами и следующими формировками что прогресса он наблюдается но недостаточно для принятия соответствующих решений фрс не хочет провоцировать панику нервозную обстановку на финансовых рынках поэтому предупредить заранее нас спекулянтов и трейдеров о том что политика будет обменяться нас не предупредили заранее о том что денежно-кредитный курс скорректируют поэтому сегодня сюрпризов точно не будет отсутствие сюрпризов в текущем проводимом режиме фрс это значит сохранение прежней монетарной политики очень надеюсь то что снижение доллара сейчас это как раз и подтверждение того что нас ожидает мягкая риторика если в конце концов сегодня все будет так как я только что обозначил то снижение доллара продолжится и мы достигнем ближайшего целевого ориентира который оставили это 92 пункта впоследствии будем закрепляться ниже и вплоть до конца августа до начала симпозиума в джексон холли и до возможных изменений по крайней мере в словесной риторике представление прогнозов рс о том что будет монетарных политиков там уже вернемся к идее того стоит ли нам отказаться от шартов по доллару и рассмотреть возможность для покупок до этих опор я рекомендую доллар продавать золото 1805 долларов за тройскую унцию новостной фон для золота не изменился то есть очень много факторов от активности спекулятивной активности трейдеров до фактически физической нехватки этого металла но сегодня именно доллар зарядит на рынке на движение соответственно при развитии коллекционной динамики золото может показать очень мощное восстановление выше 1825 долларов за тройскую унцию рынок нефти 73 86 мы в покупках друзья сегодня в 17.30 выйдет отчет по запасам нефти официальная статистика за несколько часов до этого как вы знаете был опубликован релиз api это как бы репетиции перед официальным данным так вот отчет api показал что запасы снизились на 4 7 миллиона и что еще важнее снизились не только запасы нефти но и запасы бензин минус 6 2 миллиона это явное подтверждение более высокого спроса со стороны потребителей сша я думаю что официальные цифры по запасам сегодня будут аналогичными поэтому добавляем этот потенциальный позитив к всему тому что я рассказывал вам в ходе прошлых брифингов и ставка на лонха сохраняется также обращаю ваше внимание на валютную пару доллар канадец которая сейчас котируется на отметке 1 25 82 сегодня в 15 30 выйдет отчет по инфляции и по прогнозу нас ожидает небольшое замедление индекс потребительских цен по сравнению с отчетом месячной давности и это может быть интерпретировано рынком как возможность для регулятора не опасаться как бы за перегрев экономики как эти опасения могут быть в отношении того же самого федрезерва и американской экономики и для собственно регулятора канады такие условия макроэкономические могут быть дополнительным сигналом в пользу изменения денежно-кредитной политики разумеется в сторону ужесточения поэтому если такие выводы рынок сделает то канадский доллар сегодня укрепиться ну и плюс ко всему не забывайте что канадский доллар реагирует на рост цены на нефть здесь у нас также прогноз по рынку нефти позитивный поэтому в целом ставка на снижение а пары доллар канадец к целями к целям 124 ниже она сохраняется и smp 4387 пунктов мы видим в моменте цель 4 500 я думаю что до нее мы точно добьем еще неделя ну может быть чуть больше так же как и по nasdaq у нас будет возможность с вами констатировать еще одну серьезную фундаментальную победу друзья на этом собственно все хорошая торговая сессия контролируйте риски очень важный день обещает быть жарким всем пока